Внимание! Играет магнитогорский педагог. От этой фразы у меня впервые ёкнуло сердце во время первенства команд третьей лиги чемпионата России по волейболу среди женщин. Да, на магнитке давно и успешно функционирует волейбольная школа, где жертвенно и страстно всю свою жизнь работала Нина Альбертовна Лукина, а сейчас трудятся её питомцы, ставшие тренерами. Да, были выходцы из этой школы, ставшие яркими звёздами советского волейбола, Галя Рубцова, например, в недавнем прошлом игрок ЦСКА. Но чтобы на магнитке целая команда стала вдруг участницей чемпионата России профессионально, этого не понять челябинцам, присыщенным волейбольным фейверкам, которые устраивали на площадке порой сначала политехник, а сейчас метар. В наше несладкое время, во время всеобщего развала и дичания, есть опасность превратить коллектив в волчью стаю с соответствующими законами и моралью. Так чтобы это был нормальный здоровый коллектив, чтобы была нормальная человеческая система отношений, где бы работали такие категории, как добро, долг, совесть, забота и внимание о людях, необходимо, чтобы коллектив жил по возможности полнокровной жизнью, чтобы все сферы жизнедеятельности коллектива смотрелись примерно одинаково. Так что спорт для нас – это одна из отдушин, которая позволяет формировать нормальную человеческую систему отношений, которая является стимулом консолидирующим коллектив, которая является стимулом повышения имиджа нашего коллектива. Только ради этого. Ради этого, ну и для того, чтобы в здоровом теле здоровый дух. В Челябинске существует физкультурный вуз, существует переинститут с кафедры физовоспитания. И вдруг Магнитогорский переинститут, как его называют, полуженский, выиграет в спартакиаду области, причем уверенно, как говорят, в одни ворота. Это откуда? Для меня загадка такая же, как для тебя, Андрей. Я считаю, что для нас это недосягаемый успех, в том плане, что мы обыграли великих маэстров физкультурную академию, спортфак, ЧГПИ, политех, Челябинский горный институт, составляющие наши успеха. Первое, под этим успехом есть подушка в лице массовой физкультурной работы. Во-вторых, достаточно четкая и высокая культура организации этого дела. Все-таки дух энтузиазма, дух имиджа института, он работает на всех уровнях и во всех сферах. Каждый горит, сделает что-то доброе во благо института. Под впечатлением от увиденного мы тут же, в сопровождении Валерия Яковлевича Франка, заведующего кафедрой физовоспитания, выехали на место действия этой самой кафедры. И глазам, а точнее объективу камеры представилось вот что. Это не тренировка по бодибилдингу, это обычный академический урок, где будущие педагогические красавицы пытаются совместить понятия духовного и телесного. Места, согласимся с вами, маловато, но обилие тренажеров позволяет вместить в зал сразу две группы, жаждущих иметь красивую фигуру. Это никакое не методическое занятие, посещаемость. Это чистый, как девичьи слезы, процесс оздоровления. Ну а это также полноправные представители женского вуза, защитники педагогических граций. Под опекой тренера Александра Стаднюка, кандидата в мастера спорта, суди национальной категории, в трех группах занимается около ста боксеров. Напомним, именно здесь взошла звезда Николая Максимова, чемпиона России в тяжелом весе, сейчас бойца российской армии, проходящего срочную службу в Челябинске. Олимпиада следующая ваша? Ну, не будем вперед загадывать, но я говорю, что стремление есть такое. А вот длинный спринт это 800 и 400, так я понимаю? Да, 800. Моя основная дистанция это 800 метров. Как можно вообще заставить чемпиона России или членосборной России заниматься на руках культуры? Ну, заставить, наверное, не могут, просто желание такое есть самой. Конечно же, здесь, в игровом зале, мастерство не отточишь. Показать элементы техники большого спринта своим сокурсницам – это другое дело. А вот полную нагрузку Наташа Майорова получает под руководством тренера Романа Ильясова в легкоатлетическом манеже ММК, который арендует пединститут. А это еще один чемпион – Андрей Безруков. Ему нет пока равных в области среди гиревиков. А готовит его к соревнованиям сам Николай Николаевич Маркин, кстати, чемпион России среди студентов в далекие 60-е годы. А тем, кто помнит на магнитке фантастический всплеск акробатики уже в более позднее время, в 70-е годы, хорошо знакомо лицо этого человека – почетного мастера спорта, ныне доцента. Да-да, это тот самый Валерий Франк, воспитавший акробатическую пару Вадим Письменный и Нина Пролеткина, ставшую чемпионом мира и Европы. С высот огромных тренерских, когда Вы воспитали чемпионов мира и Европы, прийти работать вузовским преподавателем. Что для этого нужно было иметь в душе? Ну, я и работал преподавателем вуза, когда тренировал ребят, но только в горном институте. Поэтому я, в общем-то, своей профессии не изменил. Просто поменял место работы. Я вот всю жизнь знаю, Валерий, за Вами одну черту – это академическое мышление. Как вот Вы его соотносите с тем вот, с той бурей и натиском, который у Вашего ректора в душе? В общем-то, это трудно сказать, это не поддается слову, можно так сказать. Но я его чувствую интуитивно, что ли, так говорить, да. Но просчитать его невозможно. Можно выиграть, допустим, астафету областную. Вот так вот, с пылу с жару. Но по остальным видам, ведь тоже Вы первые. Мы к этому удару, что ли, будем говорить, готовились несколько лет. Мы в течение 5-6 лет с приходом ректора к этой должности создавали традиции, родив их как бы заново. И несколько лет подряд мы были в призерах. И вот, наконец, назрел момент, когда мы собрали все воедино, и нам удалось в итоге выиграть эту комплексную студенческую спартакиаду. То есть и концентрированный удар, да? Да. Удар с сжатым кулаком, будем так. А с мутным временем и так, что ли? Да, да, да. Да, да. Субтитры подогнал «Симон»